Приветствую вас, братья и сестры! Будем начинать наше вечернее собрание. Слава Богу, что вы здесь. Господь побудил вас прийти в Дом молитвы, чтобы прославить Господа. Помолимся, чтобы Господь был с нами и благословил нас. Слава тебе, Спаситель Господь наш, за твою великую любовь, которую ты проявил к нам. Слава тебе, Господь, за твой подвиг, который мы вспоминаем и радуемся, Господь, что ты совершил. Это все ради нас в этот день. Сегодня мы отмечали, Господь, вспоминали твои страдания. Мы думали, мы размышляли, и мы продолжаем это делать. И хотим, Господь, чтобы ты благословил нас в вечернем собрании, чтобы мы могли поклониться тебе достойно, чтобы мы могли, Господи, прийти к тебе и получить от тебя силу для свидетельства нашего людям, которые окружают нас, для нашего хождения перед тобою, чтобы мы шли верно, Господь, служили тебе и прославляли тебя. Благослови это собрание. Благослови, Господь, играющих, поющих, рассказывающих, проповедующих. Благослови наши сердца, чтобы мы могли услышать Слово Твое, принять его, подкрепиться в вере нашей и прославить тебя достойно. Прибудь с нами и благослови нас. Аминь. Мы вместе споем, вместе с оркестром, если в бурях жизни дух твой удручен. Если в бурях жизни дух твой удручен, Тучами умы не путь твой оброчен, Вспомни, сколько милости Господь явит, Удивляться будешь, что Он завершит. Милости Господь вспоминает, И так все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделит, Удивляться будешь, что Он завершит. Бред и заботы на Тебе лежит, Тяжкой легкой боли душу тяготит. Милости, как вспомнись, вознесешь глобу, Сбросишь сердце, в день его споешь, Милости Господь вспоминает, И так все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделит, Удивляться будешь, что Он завершит. Видишь ли, богатый блага ни земли, Вспомни, есть сокровище на небе си, Всякую нужду восполнит сам Господь, Золото дороже, что Он дает. Милости Господь вспоминает, Все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделит, Удивляться будешь, что Он завершит. Ободрежь же Духом на Христа теряй, Силою Его все скорби побеждай, В памяти все милости Его храни, И найдешь отраду на земном пути. Милости Господь с вами начитай, Все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделит, Удивляться будешь, что Он завершит. Луна и у души мелодия, Те звуки мир святий дарують для людских сердец. У цей земли багато бід, Тасує ти, З тобою прагнув бути завжди, Боже, там, де ти. Ти чудовий, Боже, мій, рука Твоя у всім, Ласка вічна приведе мене в небесний дім, Вся хвала Ісусе мій належить лише тобі, Ти любов являєш повно тінь. Мелодія небесня при хресті стою, Явило, Боже, милість і любов мені Твою, Ти вічності печать на серце наложи, Аби не згас вогонь життя у цьому світі життя. Ти чудовий, Боже, мій, рука Твоя у всім, Ласка вічно приведе мене в небесний дім, Вся хвала Ісусе мій належить лише тобі, Ти любов являєш повно тінь. Ти любов являєш повно тінь. Ти царь царів, ти Бог всього життя даєш, Лиш ти один відбід мене в цім світі стережеш, Знімаєш серця гріх, даєш тривалий мир, Ми прагнемо Тебе, наш Боже, кожен день і ми. Ти чудовий, Боже, мій, рука Твоя у всім, Ласка вічно приведе мене в небесний дім, Вся хвала Ісусе мій належить лише тобі, Ти любов являєш повно тінь. Ти чудовий, Боже, мій, рука Твоя у всім, Ласка вічно приведе мене в небесний дім, Вся хвала Ісусе мій належить лише тобі, Ти любов являєш повно тінь. Субтитрувальниця Оля Шор Дякую за перегляд! 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 Дядякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Братья и сестры, каждый из нас когда-то находился в таком ерехоне, в грешном состоянии. И каждый из нас взмолился Господу, «Господи, помилуй и прости нас, погибнем!» И Господь не прошел мимо. Он подал свою помощь. Он услышал эту мольбу, он услышал этот голос, эту просьбу и подарил нам спасение. И мы не перестаем прославлять Господа. Мы не устаем прославлять Господа, потому что Он совершил это великое спасение души нашей. Давайте мы вместе сейчас встанем, вместе с оркестром, споем этот знакомый псалом. Давайте встанем. «Не пройди, Иисус, меня ты». И, может быть, исповедовать, может быть, вспомнить эти слова, которым мы молимся и молились Господу. И споем и по-русски, я так понял, и по-английски. «Не пройди, Иисус, меня ты, Иисус, меня ты, Иисус, меня ты». «Не пройди, Иисус, меня ты, Иисус, меня ты». «Не пройди, Иисус, меня ты, Иисус, меня ты, Иисус, меня ты, Иисус, меня ты» Субтитры создавал DimaTorzok 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 You shall not bear false witness against your neighbor. Субтитры создавал DimaTorzok Дважды упоминается эта фраза и в третьей заповеди и в девятой заповеди, чтобы мы были внимательны то, что мы произносим в этой жизни. Вы знаете, на этой земле мы действительно произносим очень много слов и хороших, и не совсем таких. Иногда даже деремся словами. Скажите, вас когда-нибудь словами били, братья и сестры? Бывало, да? Бывает наоборот, когда мы кого-то раним, оставляя шрамы. Ну, что такое слова? Слова мы думаем, говорим, пишем, читаем, слышим, рисуем словами, описывая какие-то интересные события. Вы знаете, вообще даром осмысленного слова на земле обладает только человек. Вот человек имеет такую уникальную способность не только говорить, но говорить то, что он мыслит. Вот то, что здесь, оно становится вот здесь. Вообще слова – это чрезвычайно мощный инструмент, который имеет потрясающую силу, неизмеримое значение. Они несут в себе огромный заряд энергии, можно сказать, силу вашего духа, энергии или созидающей, или разрушающей. Вы знаете, каждый из вас, вот здесь сидящих, обладает силой при помощи слов творить или разрушать. Вот почему на страницах Библии очень много уделено внимания о силе наших слов. Христос говорит, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И обратите внимание, Христос не говорит, от мыслей своих оправдаешься. Нет, нет. От слов своих. Почему от слов? Потому что наши слова – это последняя остановка, это последнее звено, это последняя инстанция, которые в конечном итоге производят действия, производят изменения, производят события. Что делают слова? Они материализуют наши мысли. Вот тот внутренний духовный мир, который никто не видит, который никто не знает, кроме тебя и Бога, они становятся явными, становятся фактичными, становятся действительными. Я бы не хотел, чтобы мы упустили эту мысль, друзья. Наши слова – это наши дела. Когда мы говорим, мы делаем. Конструктивное или деструктивное мы делаем. Писание говорит, так и язык. Небольшой член, но что? Но много делает. Или еще сказано – неправедный, пусть еще делает неправду. Я ее не просто сказал, я ее сделал. Вот там сердце – это как производство, как завод какой-то, который кует. Знаете, есть такой текст интересный, притча 6 глава. Вот 6, что ненавидит Господь. Оказывается, Господь что-то ненавидит. Даже 7, что мерзость души его. Спасибо. И одно из них – сердце, кующее злые помыслы. Вот оно кует, как металл горящий. Знаете, я работаю на заводе, делаем крылья. И для меня этот процесс очень знакомый. Очень разных, много, множество различных процессов. И в конечном итоге там есть такой department, shipping department. Отдел, как сказать, отсылки готовой продукции. Так вот, знаете, я вот так думаю, анализирую. Уста наши. Уста наши – это как shipping department. Слова наши – это продукт. Продукт чего? Продукт нашего сердца. Был один праведник на земле. Его звали Иов. Помните, мы читаем, когда он потерял богатство, здоровье, деньги, детей потерял. Все потерял. Я не думаю, что слова, которые сказал Иов, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно, достались ему так просто. Ведь Садона хотел именно этого, чтобы он что-то произнес, что-то произнес неразумное о Боге. И он даже искушает его через жену, говорит, слушай, ты все еще тверд в своем уповании, похули Бога и умри. А он отвечает, очень, кстати, сильные слова. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброго мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И написано, во всем этом не согрешил Иов, как, братья и сестры, устами своими. И вот мы как раз обращаем внимание на эту девятую заповедь, не произноси. А что бы сделали мы, если бы мы были на его месте? Вопрос, вопрос для размышления. Как мы сегодня используем этот чудесный инструмент человеческого взаимодействия как дар или как оружие? Вы знаете, грехи языка, они могут быть очень опасны и гибельны для человека. И вторая мысль, на которую я хочу обратить внимание, что проблема наших слов, это проблема сердца. Проблема слов – это не есть недостаточный словарный запас. Проблема слов – это не проблема нехватки мастерства выразить мысли. Проблема слов в своей сущности – это проблема нашего сердца. Ибо от избытка сердца, говорят уста, наше сердце, точнее наши уста, наши слова – это зеркало души, это портрет духа. Поэтому, друзья, очень важно на этой земле то, что наполняет нас, то, какую пищу мы принимаем. Поэтому именно от этого будет исходить то, что мы говорим, то, что мы произносим. Не произноси. Вот мы как раз подошли к самому главному, наша основная тема – не произноси что? ложного свидетельства. Я хочу сразу сказать, друзья, что ложное свидетельство – это оружие. It's the weapon of war. Это оружие войны. Это оружие духовной войны. И это оружие, которое придумал сатана. Это его тактика. Это его стратегия. Он с самого начала действует таким образом. Вы помните вопрос? Самый первый вопрос, который мы находим в Библии. Бытие, 3 глава, 1 стих. Помните? «Подлинно ли сказал Бог?» Вот классический пример лжесвидетельства. Он бросает тень на Бога. Он ставит под вопросом Божье Слово. Лжесвидетельство и клевета – это орудие дьявола. Имя «дьявол», друзья, означает «клеветник». Корень лжесвидетельства. Вообще, что такое лжесвидетельство? Это тот момент, когда человек опровергает правду неправдой или подавляет правду ложью или утверждает неправду, как правду. И все это делается с одной целью – чтобы очернить и опорочить репутацию ближнего или же заставить других рассматривать этого человека в негативном свете. Вы знаете, есть разные формы ложного свидетельства, более открытые и менее заметные. Открытые формы – это злословие, ложное показание на суде, это клевета, доносы, наговоры и прочее. Более скрытые формы – это лесть, необоснованные подозрения, сплетни, ярлыки. Мы недавно с братьями рассуждали. Или вот даже простая антипатия по отношению к ближнему. Давайте мы обратим внимание на некоторые из них. Ну вот, например, лесть. На первый взгляд кажется очень такая безвинная или даже привлекательная форма речи. Ну что такое лесть? Ну если коротко, это не искреннее восхваление, правда? Но если глубже копнуть, это тот прием, когда человек говорит очень позитивную и привлекательную неправду. Деликатно завернутую в красивый оборот речи. Лесть – это проблема сердца, когда человек думает одно, а говорит другое. Это лукавство, это красивая неправда про вас. Лесть никогда не назидает, но она всегда имеет целью личные интересы самого человека, который говорит ее. Так вот, лесть, друзья, это очень такая тонкая форма лжесвидетельства. Когда человек свидетельствует ложь, говорит ложь, позволит только красивую ложь, позитивную ложь. Как бы. Иногда люди путают лесть и человекаугодие. Слышали такое слово? Человекоугодие. Что такое человекоугодие? Человекоугодие, но в принципе там идет тот же самый эффект. То есть мотив разный. Тот эффект, разные мотивы. Человекоугодие – это болезненная зависимость от мнения других. Или какой-то, знаете, страх лишиться человеческого одобрения. Так вот, лесть – это намного хуже. Лесть – это когда человек дышит злобою, когда человек ненавидит кого-то, не любит кого-то, или питает антипатию, а словами прикидывается наоборот. Кстати, лесть и лицемерие – это ягоды одного дерева. Когда Христос жил на этой земле, Он очень жестко осуждал вот это притворное чистосердечие. Он говорит, «Как вы можете говорить доброе, будучи злым?» Вот она, лесть во всей своей красе. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, ибо не смотришь ни на какое лицо, так там, да, сказано, и не заботишься об угождении кому-либо. Какие хорошие и правильные слова. Не правда ли? Но здесь вопрос идет дальше. Это же позволительно ли давать, подать кесарю? И смотрите, как Христос, и написано, Он, уразумев лукавство их, говорит, «Зачем искушаете Меня, лицемеры?» Вам не приходилось встречаться с людьми, которые говорят, «Брат мой возлюбленный!» А потом проходит время, ты общаешься с братом возлюбленным, и какая-то, ну, грусть лежит на сердце. Вот смотрите некоторые тексты. «Человек, листящий другу своему, растилает сеть ногам его. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, горта них открытый гроб, языком своим лестят. Ложь говорит каждый ближнему своему, усталь, стивы говорят от сердца притворного». Лесть – это тот момент, когда человек говорит от сердца притворного. «И тот час, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави!» И поцеловал его». Это кто был? Иуда. Братья и сестры, я чувствую, вы со мной. Хорошо. Знаете, есть еще другая, иная форма ложного свидетельства, довольно агрессивная. Это злословие. В противовес лести, здесь нету никакого камуфляжа, здесь нету никакого притворства, знаете, от избытка, вот чем наполняет, то и говорит. Злословие. Есть такой текст в Писании Якова 4.11. «Не злословьте друг друга, как там дальше?» Братья. А разве братья могут злословить? Наверное, это не о нас, наверное, это о них. Злословить в этом случае, это не просто громко говорить некрасивые слова друг другу. Это слова, приправленные злом, полуправдой и неправдой. Друзья, злословие – это очень агрессивное лжесвидетельство в открытой форме. Это не просто негативная информация, это выразительное, волевое желание конкретного человека, желание зла. Дело в том, что мысль и слово выражают волю. И более того, злословие – это слова, заряженные негативными энергетическими потоками и направленные в сердце этого человека. И эти потоки, или вот этот диапазон, эта чистота, этот канал, он соединяется прямо туда, с преисподней. Иногда, знаете, мы в своей опрометчивости выражаем какой-то сиюминутный гнев или раздражения, и мы не осознаем, что в духовном мире эти слова, они имеют самые конкретные значения. Можно много говорить об этом. «И шел Давид, и люди его своим путем, а семей шел по крайней горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камни на сторону его и пылью». Друзья, есть еще один тип ложного свидетельства, очень трудно уловимый. Это предвзятое или превратное осуждение о людях, как антипатии или стереотипы. когда мы вешаем ярлыки на других людей, когда мы намеренно, рисуя действительность в ложном свете путем необоснованных подозрений или, может быть, каких-то сплетен, непроверенных фактов, каких-то слухов. Все эти ярлыки предвзятости и стереотипы, они рассчитаны на то, чтобы произвести ложное или мнимое впечатление, взято вводящее в заблуждение. Все это, друзья, является ложью. Все это предназначено, чтобы опорочить репутацию нашего ближнего или вообще убрать человека с дороги, как это сделала и Изавель. Она его не убивала своими руками, она его убила чужими руками. Этот грех, он очень опасный, потому что многие другие люди вовлечены в этот грех. Или вы помните Аман? Мы читаем в книге Исфири, такой злейший человек, имеющий свою власть перед царем. Что делает Аман? Он не просто уничтожает евреев, но он строит так закон, что подводит народ под смертный приговор. Помните, когда он предлагает царю, говорит, слушай, вот оно, кстати, ложное, лжесвидетельство. Говорит, есть один народ, который не празднует твоих обычаев, в другого Бога верит. Опасно это для тебя. И знаете, он так это предлагает, представляет царю, как будто он о нем переживает, как будто он о нем беспокоится. Но на самом-то деле его честь затронула, что Мардахей не поклоняется ему. А почему Мардахей не поклоняется? Потому что Мардахей поклоняется Богу. И он решает, Аман решает, что он выше Бога, что Мардахей ему должен поклоняться. И смотрите, он подводит народ под смертный приговор. То же самое делает и сатана. Он подводит все человечество под смертный приговор Бога, царя. Он как бы отходит и говорит, я здесь ни при чем. Братья и сестры, последнее, на что мы обратим внимание, это очень важно, как реагировать на ложное свидетельство. Что делать, когда мы слышим, нам говорят в адрес нашего ближнего, какую-то грязь или какое-то поношение? Есть некоторые тексты, на которые я хотел бы обратить внимание. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, как дальше? Помните, друзья, с тем не сообщайся. Это не я говорю, это говорит мудрый Соломон. Говорит, с тем не сообщайся. Очень просто. И вот еще один текст. 14-й Псалом, мне он очень нравится. Кто может обитать на горе твоей, в жилище твоем? И там третий стих. Кто не делает искреннему своему зла, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и кто не принимает поношения на ближнего своего. На ближнего своего поношения нельзя принимать. Почему? Потому что Писание так говорит. Очень просто. Еще один текст. Не разноси ложные слухи. Это в другом переводе чуть-чуть. И не подавай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправедным. Или становясь заодно с ним свидетелем неправедным. Друзья, очень легко подать руку. Очень легко просто промолчать и согласиться. Свидетелем неправедным можно стать заодно, как это сделал Ахав. Вы помните, когда жена его, Изавель, писала этот смертный приговор на буфею, изреэлитянину. Этот грех очень опасный не только для тех, кто его генерирует, кто его конструирует, но также для тех, кто его слышит и принимает, и соглашается. Если я молчу в то время, когда надо свидетельствовать об истине, когда надо свидетельствовать правду, а я решил, что моя хата с краю, тем самым я нарушаю эту заповедь. Или вот мы дальше читаем. Это исход 23 глава, 1-2 стих. «Не следуй за большинством на зло, и не отступай, не уклоняйся от истины по большинству». Или «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Знаете, можно по большинству, а можно по заповеди. И, к сожалению, бывает такое, что когда мы принимаем часто решение в жизни, не потому что мы его сами принимаем, но потому что есть какие-то давления. Бывало у вас такое, друзья? Давление со стороны жены, мужа, давление со стороны братьев, со стороны общественности, со стороны друзей. И что происходит? Мы бросаем весла. Мы как бы плывем по течению. А почему? Потому что так легче. Но здесь Писание сегодня нам напоминает, чтобы мы не следовали и не отступали, не уклонялись от истины по большинству. Очень легко по большинству, друзья, дорогие. Да поможет нам сегодня Господь, услышав эту девятую заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Чтобы мы еще раз сегодня могли заглянуть в глубину своего сердца. Потому что вот там источник жизни. И чтобы мы сегодня научились принять решение. Чтобы приняли решение. Какое решение? Call for action. Чтобы мы говорили, друзья, произносили не лжесвидетельства, а чтобы мы научились произносить благодать, которую приносит слушателям благодать. Доброе что-то. Говорить слова, приправленные солью. Говорить слова, которые назидают. Это нелегко. Лжесвидетельство, оно, кстати, очень эффективное. Это оружие. Но слова благодати, оно сильнее. Намного сильнее. И чтобы мы приняли решение, поняли, что это оружие, ложное свидетельство, оно не наше. Это от него, от лукавого. Это его стратегия. Это его тактика. И чтобы мы никогда не пользовались этим оружием. Но у нас другое есть оружие. Какое наше оружие, братья и сестры? Меч духовный. Это что? Слово Божье. Слово Божье, которое живо и действенно. И смотрите, как здесь сказано. Острее. Вот это слово, острее. Что это значит? Это значит, это самое, самое сильное оружие, которое вы можете найти. Оно острее. Да, поможет нам Господь сегодня помнить эти слова, погрузить их туда, в сердце, чтобы мы, когда хочется сказать что-то, чтобы мы просто прочитали молитву очи наш. Или когда кто-то хочет нам сказать, чтобы мы сказали, нет, нет, брат, давайте сейчас не будем об этом. Не принимать ложного свидетельства. И не говорить ложного свидетельства. Да, поможет нам Господь в этом сегодня. А Ему да будет за все слава. Аминь. Помолимся, дорогие друзья. Господь мой Бог, благодарю Тебя сердечно за то, что Ты мне сегодня первому говорил, чтобы мне не говорить, не произносить это ложное свидетельство о ком-то. Господь, помоги мне это запомнить. И прежде всего, самому это исполнить, Господи, избавь от искушения, от лукавого. Благослови церковь, прошу Тебя. Вот это слово, которое мы сегодня услышали от Тебя, чтобы оно упало туда, глубоко в сердце, в глубину нашего сердца, чтобы мы могли плод принести для Тебя, Господи, чтобы Твое слово, Твое мнение, оно стало нашим словом, нашим мнением, чтобы, Господь, мы хранили его и бережно хранили в сердце, когда мы общаемся, когда мы имеем это взаимоотношение друг с другом, чтобы мы внимательны были к другим, Господь, и внимательны были к Твоему слову, Господи, благослови нас и помилуй нас и детей наших. Я прошу Тебя, поклоняемся Тебе, благодарим Тебя за это вечернее, за собрание вечернее и за все, что Ты делаешь, за всю эту пищу, которую Ты даешь для нас, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, есть путь превосходнейший, это путь любви. Заповедь – это хорошо и правильно, но когда мы говорим Господу, возьми меня и проведи меня, я хочу за Тобой уйти, это говорит любовь. Я предлагаю, чтобы нам вместе спеть еще один псалом. Я жизнь посвящаю Тебе и отдаюсь я в мольбе, Ты управляй ею сам и направляй к небесам. Мы пойдем наши будни и в нашу жизнь. И вот, выслушав слово, мы будем молиться и мы будем просить у Господа силы, чтобы жизнь наша, она была поистине под водительством Господа Иисуса Христа. Давайте встанем, братья и сестры, и споем вместе. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. С миром, братья и сестры.